У нас здесь посадили этот цветок, который в чешме растет на даче у нас у соседей, который липнет везде. Потом Асланчик будет маме каждое утро один цветочек дарить, да? Пойдем, солнышко. Ой, смотри, какая машина едет, Аслан, это что за машина? Она разворачивается, по-моему. Разворачивается. Это, по-моему, кран, да? Уехала. Что я так спокойно стою, потому что там папа с зерой. Погода вновь непонятная. То тепло, то прохладно. Сейчас тепло. Асланчик, тепло тебе? Нет. Нет, не тепло? Нет. Холодно? Жарко? Хочешь, рубашку снимем? Снимем? Ну, внизу маечки нет у тебя. Пойдем. Пойдем, зерарашку найдем. Пойдем? Светится она, бывало, светится. Это зерарашкина? Нет, это твои. Это у шкафу? Да. Новые, да. Зерарашкины чуть-чуть высокие, которые. Которые он в прошлом году носил. Они же ему маленькие. Зерарашка будет носить. Поэтому он спрашивает. Осторожно, какульки здесь. Здесь какульки зерарашка. Нашла, нашла зерару. Пойдем, солнышко. Пойдем. Там какульки зерарашка. Пойдем. Там какульки зерарашки. Пошли, пошли. Пойдем, мамина. И так уже почти 12 часов. Пойдем. Я не знаю, как люди с утра приходят в садик. То, что 5 утра надо встать, что ли. Мама, мама, она хотела мне сумки потасить. А меня. На тебя посмотреть? Да. И сумки на тебя посмотреть хочет. Маминь, ну что с тобой сегодня? Солнышко мое, что с тобой? Ну скажи, маме, что с тобой? На площадку хочу. На площадку? Вечером пойдем, если хочешь, на площадку. Хорошо? Пойдем вечером. Все? Пойдем? За ветер. Ветер поднялся. Видишь, как быстро. Только что было такое жаркое солнце, и сейчас ветер поднялся. Навсегда так. Измерим. Погода может измениться буквально за несколько секунд. Да, я телефон выключу. Привет, привет. Пока дети в садике. Мы с мужем едем по делам. Мне нужно заехать в банк, поменять свою карточку. У нее срок закалчивается. Как быстро проходит срок. Обычно мы здесь спускались с пешком с детьми. Я вам снимала пешочком отсюда. Справа есть парк, в который мы всегда ходим. Вот здесь вот прямо справа. У мужа машина такая грязнючая. Ага. Вот. Погода очень хорошая. Ни жарко, ни холодно, ни тепло. Сегодня у нас 4 или 3 октября. Бархатный сезон. Настроение тоже неплохое. Единственное, у меня на глазу вот здесь вот что-то вылезло. Такое шелушение такое вылезло. У меня такие шелушения иногда бывают, выходят на теле. Ну, где-то на руке, на ноге может быть. И сам по себе проходит. На глазу еще не было. Ничего, пройдет. Я попала прямо на обеденный перерыв в банке. Ля-ля. Схожу здесь в магазин. Здесь на районе был магазин посуды, домашние утвари. Как раз утром наливала Аслану чай в стаканы. Вот есть же у нас с трубочкой. Такие стаканы с ручками держишь и с соломинкой. С крышечкой и так далее. И он треснул. Он был немножко треснутый. Уже месяц, наверное. Но сегодня он пил прям. Поломался полностью. Вот как раз в этом магазине я их покупала. Посмотрим, может там есть еще выбор. Пойду посмотрю. И заодно вам тоже сниму девочкам-женщинам. Я думаю, интересно будет девочкам-девушкам. Не знаю. Ну, женщинам интересно. Бывает обычно посуда. Домашняя утварь. У меня есть еще 40 минут. 40 минут. А что я буду стоять у двери в банк? Муж поехал по делам. И я пойду по своим делам. По-моему, это здесь где-то было. Пусть я не знаю. Кажется, здесь. Вот он этот магазин. На первом этаже всякие заколки. Всякое такое. Сейчас я иду на второй этаж. Здесь 3 или 4 этажа. Скорее всего, я буду снимать тихо, молча. Потому что музыка будет перекрывать мой разговор. Свечи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая красота. Очень нравится. У меня залога, например, любит всякое такое. Какие классные. Здесь они, конечно, ржавчиной не покроются. Выдвижные. Вот они и выдвижные. Это классные. Хлебницу. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Я нашла стаканчики, именно которые у нас дома были. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Один такой же, чтобы он даже не заметит подмены, скорее всего. И один про запас взяла. Что я еще взяла? Кухонные лопаточки, которые всегда нужны. И все. И вот тут набор с тыковками, который мне понравился. Может, на подарок кому-то. Может, дома куда-нибудь положу. Посмотрим. Меня тошнит. Почему-то я себя чувствую не очень хорошо. Хотя я только позавтракала обычным завтраком, который, как обычно, ничего нового не было. Не знаю. Сейчас присела, чай попью и пойду в банк. У меня еще 20 минут есть. Села я вот в таком интересном месте. Я здесь пару раз чаю включила. И тут злая, как не знаю кто. Попила чай. Один стакан выпила. Ну, максимум 10 лир он стоит. Думала, официантке отдам сразу. Подхожу к ней. Я говорю, сколько за чай? Ой, туда вовнутрь зайдите. Возьмите с меня здесь. Ой, зайдите туда вовнутрь. Блядь. И когда я от нее отходила, там какие-то трубы были сверху, я об эту трубу головой. У меня на голове очки. Хорошо очки были. Очки стукнулись. Не моя башка. Очки сломались, естественно. Я кинула ей морду. И я сейчас сказала, вот тебе назачай. Ушла. Ну, как не злиться, а? Новые мои очки я второй раз всего лишь надела. Я нашла здесь точно такие же очки, которые у меня сейчас поломались. И вот модель, которую я очень люблю. Вот эти у меня, по-моему, дома есть. Эти я потеряла. Такой цвет я потеряла, когда я ездила отдыхать в отель. Так. А, вот как мои. Голубые с желтым. Ну, я здесь часто беру очки. Сейчас возьму какие-нибудь эти или, может быть, вот эти возьму. Модель одна и та же, просто цвет другой. Она взяла точно такие же, только не чёрные-чёрные, а такие тёмно-болотные. Чуть-чуть в армейскую зелень уходит цвет. За ту же цену я их брала, в принципе, за 150. И сейчас тоже взяла до 150. Я уже успокоилась, так как нашла такие же очки. Как бывает, если вам что-то понравилось, и вы не успели это толком поносить, расстраиваешься. Стать, это мне сегодня моя новая рубашенция, которую я в прошлый раз брала. Сейчас хочу где-нибудь перекусить. Я хочу перекусить именно что-то, знаете, такое солёно-кислое что-то, потому что подташнивает. А, кстати, по поводу карты, я не сказала, по-моему, да? Мне сказали, у меня в следующем месте заканчивается срок, и консультант сказал, что автоматически мне новую пришли домой. Просто супер. Я даже не знала об этом. Не то, что я у мужа спросила, я говорю, так и так заканчивается срок, то надо пойти поменять. Говорю, вот реально, моему всю жизнь, ну, не всю жизнь, но большую часть своей жизни живёт в Турции, и толком нифига не знает, что, как, где. И даже элементарно решётки, вот эти решётки, говорю, сетки, чтобы поставить. Он не знал, что можно поставить сетки на такие окна, как у нас. Это человек, который занимается строительством. Элементарные вещи, он понятия не имеет. В чём-то он, конечно, у меня супер, всё прям на лету хавает, а в чём-то, ну, вот так вот. Я пришла домой. Посмотрите, как, оказывается, я ходила. На меня где-то насрала чёртова птичка, и я вот так вот ходила. У меня зарядка там несколько процентов осталась, поэтому я ничего не снимала последние полтора-два часа, чтобы зарядка не села. И, естественно, я себя не вижу. Красота была, указывается. Выглядела я вот так. Это мои покупки, я покажу, что купила. Сейчас быстрый телефон на зарядку. Итак, что я купила? Я купила Аслану две штуки-штуки-штуки шорты. Бермуды, точнее, да? Они удлинённые. Нам они сейчас абсолютно не нужны. Это я взяла на вырост, так как они шли с 50-процентной скидкой. Ну, как пройти мимо? Никак. Это у нас на какой возраст? Ну, на рост 128. В следующем году, через год сможет одевать. Ткань такая хорошая. Как будто, знаете, лён с хлопком в перемешку. Очень хорошие такие. И вот в Катоне взяла вот такие тоже. 6-7 написано. Они за 50 лир вышли, получается. Потому что здесь цена 110-55 лир они вышли. Вот так вот. Хорошо не посмотрела, я надеюсь, ничего нигде нет. Дальше я купила 4 краски. Вот эти, которыми я последний раз красилась. Хотела все 8-1, но только 3 штуки было 8-1, одну сделала 9-1. Ну, ничего страшного. Их можно перемешать. Особо разницы не будет. Вот последний раз я красила вот этой краской. Гратис зашла. Думаю, пока есть, возьму. Так, там же взяла крем для рук. У меня такие есть дома. Они у меня очень быстро заканчиваются. Мне нравится. Именно вот эта вот марка Nantrigina моментально впитывается. Просто хороший крем. Крем для лица. Крем для лица. Не веем. Что-то тут еще у меня было. МНД-ки маленькие взяла. Одну я вот такой по дороге съела. Соскучилась по этим МНД-ки. Они не везде в магазинах продаются. Детям, думаю, понравятся. Разноцветные. И, по-моему, все. Чеки, чеки, чеки. Так. Это кружки. Вот она кружка, которая у вас, Ланечка, разбилась. Я взяла точно такую же. Он даже не догадается, что мама утром ту разбила. В прошлый раз, когда я брала, они стоили где-то 10 лир. Сейчас 30 лир. Ну, в принципе, я считаю, что не очень-то сильно подорожало, если сравнивать с тем, насколько поднялись цены на другие вещи. Это, которая взяла про запас. Такая нейтральная расцветка, чтобы, если вдруг Аслана поломается кружкой, ему дать. Если у Зиграшки поломаются, ей дать. Пришипочки. Вот эти тыковки. Вот такие хорошенькие. Сейчас открою. Вы знаете, на подарок прям просто отлично. Интересно, что это вообще? С чего сделано? Чуть-чуть побольше соломы бы сюда. Она отдельно бывает продается. Вот. Будет вообще классно. 70 лир этот наборчик. И взяла вот такие вот две лопаточки. Они всегда нужны. У меня вечно с ними что-то становится. Последний раз мне заловка вот такую дарила. У меня вот ручка сгорела. осталась вот так на сковородке, сгорела. Это, по-моему, 20 лир, если не ошибаюсь. Чтобы брать не хочу. Вот это. Так. Это у нас спатула 25 лир. Вот эта розовая. А вот эта 55 лир. Из-за того, что ручка деревянная. Ну, тут и сам по себе этот силикон такой. Ну, на ощупь другой совсем. Посмотрим, как будет в пользовании. Прищепочки. Интересно, сколько? 12 лир прищепки всего лишь. Вот так вот. Все. Вот это все мои покупки. Кстати, вот эти бермуды придется вернуть или поменять. Потому что я их внимательно не посмотрела. У меня в руке были другие пакеты. То, не все. Вот здесь вот нашла пятно. Не знаю, отойдет или нет. Не хочу возиться. Это не так страшно пятно, как... Посмотрите. Так вроде ничего не видно. Но я увидела. Вот. Вот она. Здесь как будто случайно лезвием или чем-то прошлись. И это при первой стирке все порвется. Верну, если... Ну, там были еще несколько штук. Если размер будет примерно такой же. Возьму. Поменяю. Все. Я сегодня прям мать года. Сходила по делам. То, все. Кушать нифига не приготовила. Вообще. Сейчас иду за детьми. Буду спрашивать. Буду спрашивать у них, что их величество пожелает. покушать. И вот. Сейчас сидела в интернете. На сайте USPOLO сегодня опять скидки. Они же мимо меня пройти не могут. И опять сделала заказы. Заказала Асланчику на вырост вещи с скидочками. И довольна. Иду за детьми. Ну, вам, конечно же, я покажу, что я заказала, когда придет. Котопейчик. Я не трогаю тебя, не бойся. Прям убежал сразу. Убежал. Зайрошка кушает. Аслан уже покушал, прибежал. Залез на папу верхом. Аслан, а что ты рядом с папой не ложишься? А, сынуля? Тебе так нравится? Понтики какие-то включил. А что? Папа стул. Нет, папа диван. Аслан, Зейра, у вас папа вместо дивана, да? Я сидю целый мотик. А папе удобно? Да. Вы спросили у него? Мама, мама, я здесь. Сын, рад, рад. Я тебе мусору? Я тебе, мусору? Рад сидеть мусору? Готовься. Я тебе мусору? Папа кайфует. Своя ноша не тянет. Вы знаете, я сегодня шла со своей сумкой, которая на плече у меня, вот эта моя любимая, нет, не синяя была. Вчера я была синей, а сегодня была с черным рюкзаком, и вчера, и сегодня у меня болело плечо, хотя у меня в сумке практически особо много вещей не бывает. Я не набиваю сумку, не имею такой привычки, что за свет такой. И я потом эту сумку сегодня сняла, а в руке несла одной, в другой там пакет, у меня были есть, мне было тяжело, потому что, ну, я уже не могу тяжести носить, руки очень быстро устают. И это я к чему? К тому, что когда сегодня дядя Мурат привез Мурата, ой, привез Аслана после того, как покатал на мотоцикле, да, они ездили сегодня тоже кататься, я вышла забирать сына, и он ко мне на ручки запрыгнул, мама, хочу на ручки, запрыгнул на ручки, обнял меня так крепко, крепко целует меня везде, лицо, губы, лоб, мама, я тебя очень сильно люблю. Я забыла вообще, что такое больные руки, у меня ничего не болело, я его вот так несла на третий, у нас третий этаж получается по-российскому, если считать нашим, по-советским. Мне ничего нигде не болело. Я к тому, что своя ноша абсолютно не тянет, особенно, когда тебя твой ребенок целует и говорит, я тебя люблю, пути, 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 ой, 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 отвела своих динозавриков в садик, зашла чай попить, как обычно, где я пью, ну вот, кыша уличная забежала, ищу пить, и никто ее не выгоняет, и правильно делает. Ну, и хочется еще не здесь поспать. Есть люди, которые очень брезгуют, вот там кошка уличная и так далее, там шерсть, но мы своими задницами садимся и в метро, и в автобусы, что думаете, там чище что ли? Я на такие вещи внимания не обращаю, честно скажу. Сегодня что я буду делать? Сегодня у меня домашние дела, к вечеру заловка должна с взятем прицепа ужинать, у заловки дома на кухне идет ремонт, и поэтому она в основном у мамы сегодня приглашу к себе. Сделаю турецкий пилял, это обычный рис сварить, и куриные крылышки пожарю, салатик. Это то, что они смогут здесь, а из что-то другое заприготовлю, вряд ли все едят. Это же турки. В первый раз мой кот вышел за дверь, я ему не запрещаю, пускай пробует, пускай нюхает, смотрит, чтобы он не боялся, чтобы он знал, где его дом. Я с магазина сейчас пришла, сошла домой, а он вот так вот меня возле двери ждал. Выходи, понюхай, солнышко. А ты что такое? Уличные коты ходят, приходят, уходят, а ты не можешь, что ли? Ну? Все, понюхал, все. Закроем? Солнце мое. Все нормально? М? Все хорошо, Лео? Мам, бабочка, иди-ка, иди ко мне, иди. Иди-ка, ма. Понюхали. Мы все понюхали, мы все посмотрели, смотрели, да? Да? Когда у тебя мордочка поправится? Чело у него уже поправилось, уже кости я так не чувствую. Конечно, за месяц наросло мясо. М? Что-нибудь точка? Оглазки надо почистить. Вы тоже сами своим котам чистите глазки, да? Я сама все чищу, потому что мы не чистим. Я не знаю, как мы умываемся. У меня все, как всегда. Уборка, работающая стиральная машина, и... Куча глажки, которая меня ждет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, утюг я вроде выключила, да? Да. Все, будем гладить. Ай, мамины солнышки! Вот такие штучки сегодня, дети, изготавливали для птичек. Сегодня день защиты животных. Там их повесить где-нибудь на деревья, чтобы птички могли покушать. Сейчас выйдут мои динозавры. Кстати, сегодняшний ужин с семьей отменяется. Перенесли на завтра, потому что у Мурада сегодня планы другие. Посидела весь день дома с мокрой головой. Сейчас вышла и такое как будто предгриппозное состояние. Попила бы снигать витамин С. Надеюсь, ничего не будет. Мамина солнышко! Мой король! Парень! Принеса! Какие муки красивые! Вам кашка! Вооооо! Принеса с вам другой кастрючок. Коготки падают, да? Сейчас поднимет Мала. Это что, осланщики? Это кто делал? Кто это делал? Семена. Это вы делали? Семена. Это для кого? Для птичек. Правильно. А птички что будут с ней делать? Кушать. Это надо на дерево повесить, да? Тетя Хилляль потом повесит. Оставь, пожалуйста. Не разбрасывай, мамин. Аккуратно клади, чтобы туда пыль не попала. Все, пойдем. Мама, а липкой? Конечно, чтобы туда зернышки прилипли. Пойдем.